На окраине Гамбурга в одном из спальников находится на свое время известная работа Лумита вместе с другими граффити художниками-райтерами выполненная. Это на торце девятиэтажного дома. Вообще под псевдонимом Лумит вскрывается, или скажем так, настоящее имя этого художника Матиас Келлер. И он родился под Ганновером, а на самом деле живет сейчас и работает в Мюнхене. Данная работа в спальнике посвящена теме Гамбурга, города. Можно видеть поезд, включающийся из центра. Также можно видеть кусочки работы Микеланджело. Сверху часы и типичный стиль Лумита 3D-стайл. В целом, работа напоминает такой мультяшный комикс-стиль. Тоже это характерный для Лумита. В 95-м году эта работа сделана до сих пор. Она радует глаз или глаза местных жителей. Наверное, они уже привыкли к ней, даже не обращают внимания. Но, тем не менее, работа до сих пор сохранилась, несмотря на время, дожди, зимы, солнце. Еще пока работа сохранена и, опять же, раскрывает тему искусства в общественных местах, то есть, под открытым небом. Здесь даже, кстати, имеется табличка, с кем Лумит выполнял данную работу. В переводе означает «Знак времени». 95-й год. Лумит, Дарка, Дайм, Хеск и Вейн. Пятеро художников, граффити-художников выполняли эту работу. Кстати, данная работа занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На тот момент это была самая масштабная работа, выполненная на улице и на торце дома. В 2001 году один из чиновников Мюнхена сделал запрос у Лумита, чтобы тот сделал интерьер в стиле граффити у него в ванной комнате. Ну, Лумит, конечно, согласился, все это сделал. И в 2002 году Лумит получил известный немецкий приз в области искусств. И вот таким образом стал известен еще больше. Вот, это такой спальный район здесь. И все достаточно тихо, спокойно. В одном из спальников я обнаружил работу. Каждая работа, которая представляет собой что-то интересное, она имеет название, она подписана, кто ее сделал и какой год. Ну, как видно, да, по работе она такая, немного попсовая. Как вы понимаете, спальник сделан для простого народа, для работяг. Вот, называется идентификация. Так, Дайм не один делал эту работу. Дайм, РКТ, Ван и Тасик. 2008 год. Вот эти четыре художника исполняли данную работу. Она в духе Дайма выполнена, такой 3D. Немного примитивно и, скажем так, попсово, как я уже выразился. Вот, но для, как бы, для данного спального района и для данного торца дома это вполне адекватно, вполне круто выглядит. И, соответственно, это, во-первых, украшает дом, украшает здесь райончик местный. И, в то же время, соответственно, в то же время, ну, вот, как-то такую немного радость привносит. И, как вы понимаете, идентификация, она связана с тем, что иностранцы должны интегрироваться в немецкое общество.